Порталы, порталы и больше порталов. С вами Король Порталов. Надеюсь, это видео наконец-таки получится нормально, потому что это уже пятая попытка снять это видео. Да. Ну, в общем, обычно строят ферму пчёл. Чисто вот тут ульи, тут огород, а тут цветочки. Но я решил улучшить этот концепт и добавил три этажа сверху. И только там поставил цветочки. Пока пчёлы летят от цветков к ульям, они заблуждаются тут, и поэтому летят очень долго. И опыляют очень много растений, благодаря чему они вырастают очень быстро. Также, поскольку тут очень много пчёл вмещается, вы можете накопить около шести ульев за день. Да. Вот. Не забудьте поставить под ульи костры, чтобы когда вы брали с них мёд или соты, пчёлы не агрились на вас и не атаковали. Также вот вы можете спрашивать, типа, задаться вопросом, а как я сюда пчёл буду запихивать? Ну, ты это в креативе сделал. Ну, вы просто сюда должны привезти две пчелы, можно даже в лодке, потому что так можно, да. Они садятся в лодку. А потом просто скрещивать их цветочками. Самый выгодный способ это, если у вас есть спаунер скелетов, вы можете по большим цветочкам кликать костной мукой и получать ещё один большой цветочек. Но это только если у вас есть спаунер скелетов. А так ищите цветочки и скрещивайте их. Да. По сути, эта ферма выглядит громоздкой, но в ней нет ничего сложного, и я думаю, вместе с добычей ресурсов, выживания, её построить займёт примерно часа два максимум. Также под этим видео будет ссылка на мой ВКонтакте, так как я хочу снять летсплей с подписчиками. Вот. Если вы хотите попасть в летсплей, то напишите мне в личные сообщения. Ну а с вами был я, всем пока, да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Видео получится коротким, но зато я сказал всё, что хотел. Я думаю, тут не нужно долго объяснять то, что а вот воду нужно ставить тут, а вот тут нужно посадить растения, а цветки тут надо, а тут вот улья. Я думаю, и так всё понятно, чисто взгляды на это. Также я буду рад, если кто-то переделает лифт, потому что я знаю то, что я сделал тупой лифт, и он нормально не работает, потому что пчёлы могут залететь в воду и умереть. Также я буду рад, если кто-то сделает автоматическую версию этой фермы, типа чтобы нажимаешь на кнопочку и исчезали все растения, ты их подбирал снизу. Ну, теперь-то уж точно. Всем пока.